Добрый день! В этом видео мы продолжим изучать серию тетрайдеров под названием Magic Tower. В этой линейке головоломок есть уже 3х3, 4х4, 5х5, 6х6 и 7х7. Сегодня мы подробно разберем 5х5. Это нечетная модель, поэтому здесь не будет паритетов как в 4х4. Для успешной сборки необходимо заранее владеть версией 3х3. Если вы не умеете собирать версию 3х3, то по ссылке в описании можно найти подробное обучающее видео. Здесь я дублировать не буду. Если у вас нет головоломки 3х3, вы можете собирать 5х5, как 3х3 вращает только крайние слои. И сначала научиться именно этому этапу. Очередность сборки будет стандартная. Первым делом мы соберем центры. Здесь они состоят из 7 элементов. После сгруппируем ребра по 3 элемента одинаковых цветов. И в конце соберем как версию 3х3. Расставив по своим местам углы, ребра и центры. Первым этапом мы собираем центры. Головоломка нечетная, запоминать их порядок не нужно. И начинать можно с любого цвета. Для определенности начнем с желтого. Специально взял самый неудобный случай, когда только маленький треугольный элемент есть на этой грани. Для начала рядом с ним нужно поставить вот такой боковой центр в виде трапеции. Будем называть крупные элементы боковыми центрами. А вот эти, которые поменьше, угловыми. Но это центральный центр. Он не перемещается относительно других центров. Жестко закреплен на крестовине. И поэтому вокруг него мы собираем остальные элементы. Начинаем с желтого. Желтый треугольничек. Надо с ним поставить рядом боковой центр. Находим на ближайшие грани. Просто поворачиваем ближе. Получилась вот такая композиция. Теперь рядом с этой парой элементов нужно поставить еще одну пару, которая состоит из углового центра и бокового. Для этого посмотрим на соседние грани. Чтобы не разрушить эти, мы можем грани, где будет желтый центр, расположить справа. Смотрим, что здесь есть. Вот один угловой желтый центр. Нам нужно еще что-то. Но здесь есть несколько элементов уже сгруппированных. Нам достаточно вот такой части. Боковой центр, угловой центр. Если по какой-то причине такая конструкция отсутствует, мы легко ее собираем, помещая угловой рядом с боковым. Вот такая пара, угловой и боковой. Теперь эти два элемента нужно поставить рядом с первыми двумя, которые мы уже собрали. Но сделать это нужно так, чтобы получился треугольник. Так не выходит. Поэтому отменяем движение. Поворачиваем. И ставим снова. Так получилось. Все действия интуитивные. Никаких особых алгоритмов здесь не нужно. Далее, к этому треугольнику нужно сюда подставить полоску из трех элементов. Три оставшихся желтых центра. Смотрим на остальных гранях. Два здесь есть. Если их не было, то их можно собрать. И смотрим, где еще один. Вот один. Мы понимаем, что вот при таком положении тетраэдра у нас рабочая грань правая. И здесь мы можем вращать один или два слоя. Поэтому, чтобы вот этот элемент совместить с этой полоской, его нужно переводить на правую сторону. Тогда мы сможем объединять элементы три в ряд. Теперь эту желтую полоску нужно добавить вот сюда. Поворачиваем. Все получилось. Первый центр собран. Теперь, чтобы он не мешался, мы его располагаем справа и собираем еще один центр. Выбрать можно опять же любой. Давайте это будет синий. Опять предположим, что здесь самая неудобная ситуация. У нас возле треугольного центра нет ни одного бокового. Значит, нужно сначала один боковой поставить. Делаем все то же самое, что и на желтом центре. Только элементы искать проще, так как осталось всего три свободных грани. Теперь, вот сюда рядом, нужно поставить вот такой блок из бокового и углового центров. Обычно он уже где-то должен быть, вот, например, здесь. Если его нет, значит, мы снова можем его собрать. Поворачиваем в правое положение и совмещаем с этими элементами. Так треугольник не получился. Возвращаем. Повернем эти элементы. И попробуем снова. Получился треугольник. Чтобы он не мешался, и у нас была свободная правая сторона, мы его развернем таким образом. И сюда нужно опять поставить полоску из трех элементов. На этот раз синих. Собираем ее на остальных гранях. Вот у нас есть один. Вот второй. Объединяем. Здесь вот еще один есть. Собираем полоску. Отводим ее вправо. И совмещаем с центром. В случае, если при сборке вот этого треугольника у нас вот здесь оказались дополнительные элементы. К примеру, вот в таком виде. Что на желтом, что на синем центре. Первым, вторым по очереди. Мы можем для удобства их просто отсюда убрать и собирать последнюю полоску отдельно. Чтобы не мешались уже собранные элементы. Вот полоска. И ставим. Желтый центр. Синий центр. Собранный. Осталось всего два, так как у тетраэдер четыре грани. Желтый центр у нас все еще справа. Синий отправляем куда-нибудь назад. Так, чтобы не собранными остались верхние и передние центры. Здесь поначалу мы делаем все то же самое. Но так как грани осталось мало, а элементов нужных много, здесь часто уже что-то собрано. Нам нужно из этого сделать такой же треугольник. Допустим, будем собирать верхнюю грань. Можно это делать на передней. Разницы нет. Я буду показывать на верхней. Мы видим, что возле центрального треугольника уже есть ребро. Да еще одно есть. Но нужно сделать треугольничек. Если у нас полоска, да, угловой, боковой. Располагаем их справа. И пододвигаем сюда, чтобы получился треугольник. Пододвинули. Но мы видим, что синяя полоска сюда пришла. Поэтому нужно делать движение возвратной. Изначально у нас было такое положение. Мы подняли вот эту полоску. Теперь треугольник отводим налево. И возвращаем первое движение, чтобы восстановить синий центр. Получается вот такая картина. Здесь у нас зеленый треугольник. Здесь могут быть разные элементы. А здесь что-то непонятное. Нам важно собрать зеленый треугольник. Если у вас произошло что-то подобное, и треугольный центр стоит в одиночестве, без боковых, то сначала мы поставим к нему боковой центр. Также возвратными движениями. Берем любой. Поднимаем. Отводим в сторону, чтобы не разрушилось. И возвращаем. То есть три движения, чтобы поставить один элемент сюда. На первых двух центрах нам возвратные движения делать не приходилось. Дальше. Из вот такого блока мы должны сделать треугольник. Находим здесь блок. Обычно он есть. Если его нет, то также нужно собрать. К примеру. Предположим, что этого блока нет. Из вот этого бокового центра и вот этого углового мы в одно движение можем собрать блок. Чтобы он не разрушился, отвести его в сторону и вернуть первое движение. После чего уже эту полоску, ну здесь у нас и это есть, можно подставить к этим двум элементам. Давайте вот эти подставим. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. Цель собрать треугольник. А дальше я покажу несколько ситуаций разного уровня сложности. Если у вас ситуация на двух последних центрах другая, то просто подождите и я покажу вашу. Но главное собрать на верхней грани треугольник. Самый простой случай. Помимо треугольника у нас располагается один угловой центр, а на другой грани блок из углового и бокового. Причем в одно движение можно вот этот угловой совместить вот с этим блоком. Опускаем правую часть, совместилась полоска, если у нас вот этот блок находится в другом месте, здесь или здесь, то ее нужно повернуть вот в такое положение. Угловой снизу, он может быть либо снизу, либо сверху. Сейчас он снизу, и значит блок тоже должен быть снизу, так чтобы угловой объединился с ними в такую полоску. После чего переводим на правую грань и возвращаем первое движение. Оба центра собраны. Симметричная ситуация, если здесь угловой центр сверху, а этот блок тоже можно расположить сверху, так что в одно движение этот центр совместится в полоску. Также опускаем, переводим полоску направо и возвращаем. Оба собраны. Ситуация, которая похожа на две предыдущих. Отдельный угловой и здесь блок из двух. Но отдельный элемент сверху, а блок можем расположить снизу, так чтобы справа было свободно. Получается, что в одно движение не совмещается в полоску эти три элемента. Значит нужно поступить немножко по-другому. Здесь блок снизу, и ему центр нужен справа снизу. Значит этот центр нужно отсюда переместить сюда, при этом не изменив положение вот этого блока. Для этого мы блок отведем временно вправо, опустим верхний центр, при этом блок опустился вниз, поменяем его положение с верхнего на нижнее и вернем все на место. Получается, что блок мы можем вернуть в ту же самую позицию, а угловой центр был сверху, стал снизу. Теперь мы в одно движение совмещаем в полоску, отводим вправо и собираем оба центра. Аналогичная ситуация. Теперь угловой элемент снизу, а блок должен находиться сверху. В одно движение не получается. Значит отводим в правую сторону, опускаем отдельный элемент, меняем его положение, возвращаем. Ставим блок в прежнее положение и получаем знакомую ситуацию, которую за три движения решаем. Если после сборки верхнего треугольника у вас вот эта часть осталась свободной, то здесь может быть вот такое. Блок и угловой элемент отдельно. В кубике 5х5 это решило бы очень просто. Но здесь грани треугольные, поэтому чуть сложнее. Для начала нам нужно привести эту ситуацию к предыдущему. Для этого мы должны блок оставить здесь, а отдельный угловой элемент перевести на эту грань. Для этого мы должны блок оставить справа, опустить два правых слоя, спрятав блок, перевести угловой элемент направо и отменить первое движение. После чего у нас получится одна из предыдущих ситуаций, которая решится либо сразу в три движения, либо чуть дольше. Может получиться любая из четырех. В данном случае опускаем, поворачиваем, возвращаем. Также может быть, что при сборке треугольника у вас появилось еще два элемента здесь. И кажется, что нужно поменять только два вот этих угловых центра, и ситуация простая. Но решается она чуть дольше. Для начала мы по традиции должны привести этот случай к одному из предыдущих. Для этого нам нужно сделать так, чтобы угловой центр один был здесь, а блок находился на передней грани. Блок здесь можно расположить как сверху, так вот в таком положении у нас получится здесь треугольник, а блок снизу. Не так важно. Главное, чтобы вот этот элемент отвести сюда, чтобы при движении правых слоев он никуда не сместился. Допустим, из такого положения, здесь неправильный центр сзади, а здесь слева, мы опускаем два правых слоя, поворачиваем переднюю грань, так, чтобы блок ушел влево, а угловой оказался справа. И возвращаем первое движение. Здесь одна из знакомых ситуаций. Угловой блок. За одно движение они в полоску не объединятся, Поэтому отводим вправо, опускаем, меняем положение, возвращаем. Получаем простой случай. Ставим в нужное положение, опускаем, поворачиваем, возвращаем. Оба центра собраны. Еще один случай, который в кубике 5х5 решился бы очень просто. Здесь полоска пустая, она целиком находится на передней грани. Казалось бы, можно сделать вот так, и будет все хорошо. Но мы разрушим синий центр. Поэтому будем делать движение больше. Для начала нам нужно разъединить вот эту полоску на отдельный центр угловой и блок. Для этого мы повернем переднюю грань так, чтобы полоска была горизонтальна. Опустим два правых слоя, повернем и отменим первое движение. Получим предыдущую ситуацию. Поставим в удобное положение. Здесь сзади, здесь слева. И меняем блок и отдельный центр местами. Опускаем, поворачиваем, возвращаем. Теперь нужно переместить центр из верхнего положения в нижнее. Сохраняем блок. Опускаем, поворачиваем, возвращаем. И получаем одну из первых ситуаций. Опускаем, поворачиваем, возвращаем. Это не единственный способ решения. Но я стараюсь показывать так, чтобы каждая ситуация решалась на основе какой-то другой. Следующий случай такой. У нас один боковой центр. И нужно поставить сюда два угловых. Ну, расположим их здесь. Опустим два правых слоя. Повернем в такое положение. И вернем. Получается, знакомая ситуация, где и блок, и отдельный угол находятся на не своей грани. Нам нужно отдельный угловой переместить сюда. Поворачиваем блок, чтобы его спрятать вниз. Прячем. Пододвигаем отдельный. Возвращаем. И здесь одна из классических ситуаций. Блок и отдельный. Мы видим, что за один ход угловой с блоком не совмещаются. Значит, нужно угловой переместить еще раз. Опускаем. Меняем позицию углового. Возвращаем. Ставим так. И здесь объединяем. Поворачиваем. Возвращаем. Ну и похожая ситуация, когда наоборот два угловых здесь, а одного бокового не хватает. Можно решить разными способами. Покажу один из них. Располагаем зеленый боковой центр горизонтально. Опускаем. Подводим отдельный вправо. Возвращаем. Получаем простой случай. Но придется, конечно, угловой переместить вниз. Подводим. Меняем положение углового. И уже дорешиваем. Других ситуаций при сборке двух последних центров быть не должно. Первые два собираются интуитивно. Далее собираем треугольник на верхней грани. Можно собирать на передней. Тогда все нужно делать симметрично. А после уже решаем один из возможных случаев. Который также интуитивно, специально никаких алгоритмов не приводил. Гораздо проще понять, чем запомнить. Для этапа сборки репер нам потребуется алгоритм под названием Flip. Если вы смотрели мое обучающее видео по модели 4х4, то там я его уже показывал. Если нет, то я здесь покажу это еще раз. Но предварительно введем язык вращений. Для этого мы одну грань обращаем вправо. Одна сверху. И одна как бы спереди. Получается немножко под углом. Вращение правой грани обозначаем R. От себя. И R' на себя. Вращение в верхней грани. U по часовой стрелке. U' против часовой стрелки. Вращение передней грани. F по часовой стрелке. F' против часовой стрелки. Также нам пригодится вращение двух слоев справа. R, V. R, V' Правильнее произносить R, W. Но для удобства я говорю R, V. В версии 4х4 мы также использовали движение L. L' вращение левого уголка. Но здесь оно не пригодится. На втором этапе мы собираем ребра. Делаем это так же, как на 4х4. Если вы 4х4 не собирали, то я сейчас все равно подробно покажу, как это происходит. Ребро состоит из трех элементов. Центральный и два боковых. Нужно, чтобы все они были одного цвета и правильно повернуты. То есть, вот это разные элементы. А это хоть и правильные, но развернуто не так. Этот элемент должен стоять здесь. Можем найти элементы, которые сразу по цветам совпадают. Но таких, к сожалению, здесь нет. Ну, тогда начнем с любого. К примеру, сине-зеленого центрального элемента. И рядом с ним поставим такой же сине-зеленый боковой. Располагаем ребро, которое собираем спереди сверху. И ищем недостающие элементы. Вот здесь такой же. Его нужно расположить на вот этих ребрах. Либо здесь, либо здесь. Правая грань у нас опять будет рабочей. Поставим вот сюда. Что получилось? Сине-зеленый центральный элемент. Сине-зеленый боковой. Нужно сделать так, чтобы он был именно справа. Так как вращаем мы правую грань. А повернуть вот эту часть не можем. Поворачиваем. Объединили. Центральный и боковой. Теперь нужно заменить вот эту собранную часть на какое-нибудь несобранное ребро. Чтобы потом восстановить центры. Для того, чтобы заменить, мы это собранное отведем сюда. Вместо него поставим любое несобранное, которое переместим на это место. После чего центры восстановим. Первая часть сделана. Но можно это ребро дособрать до конца. То есть два элемента есть. Правая часть у нас рабочая. Поэтому можем перехватить тетраэдр. Собранное будет слева, а не собранное справа. Ищем также сине-зеленый. Вот такой. Располагаем его недалеко. И теперь этот элемент в одно движение может появиться здесь. Делаем это движение. Получилось ребро собранное. Меняем на какое-то несобранное, которое возвращаем на переднее место. И восстанавливаем центры. У нас одно из шести ребер готово. Осталось еще пять. Продолжаем делать так же. Посмотрим, не появилось ли у нас чего-то собранного. Ну, вот это вот совсем некрасивое. С ним разберемся потом. А красиво собранных пока нет. Ну, значит, продолжаем как обычно. Вот сине-желтое. Нужно сюда поставить еще одно сине-желтое. Ищем. Вот оно. Располагаем так, чтобы оно было справа. И могло совместиться по цветам. Вот так оно совмещается. Заменяем на несобранное. Как только у нас появились собранные ребра, надо уже проверять, что здесь ничего собранного не разрушится. Возвращаем. Восстанавливаем центры. Мы собирали сине-желтое. Вот оно. Правое место свободно. Нужно искать еще сине-желтое. Вот оно. Так. Сине-желтое ребро боковое. Совмещаем с этим боком. В одно движение. Отводим в сторону. Заменяем. Но здесь собрано. Заменяем на следующее. Вроде неплохо. Здесь вот уже частично собрано. Но мы это не разрушим. Восстанавливаем центры. И у нас уже сине-зеленое и сине-желтое ребра готовы. Далее удобно будет собрать зелено-желтое. И обычно в сборках такие блоки уже на начальных этапах и есть. Ищем зелено-желтое. Вот ближайшее. Объединяем. Здесь ребро собрано. Это собрано. А вот это можно разрушить. Отводим в сторону. Заменяем на несобранное. Возвращаем. Восстанавливаем центры. У нас получилось раз, два, три ребра собраны. Нужно еще три. Красивых блоков пока нет. Но несобранных осталось только три ребра. Поэтому заранее нужно на эту грань какое-то несобранное поместить. Давайте будем собирать желто-красное. Для этого нужен желто-красный элемент. Здесь есть вот такой. Но он находится слева. Повернем эту грань. И он тогда получится справа. По цветам совпадет. Если не совпадает, то нужно либо вот это развернуть, либо этот поменять. Это два несобранных ребра. Нужно найти третье. Оно вот здесь уже удобно. Проверяем, что на него мы можем заменить. Соединяем. Отводим в сторону. Заменяем на несобранное. Возвращаем. Возвращаем. Вот желто-красное. Переводим ближе. Но несобранная часть слева. Поэтому разворачиваем. Становится справа. Нужен еще один желто-красный. Здесь нет. Вот он. Поворачиваем вот так. Теперь здесь и здесь все совместится. Но справа остались одни собранные ребра. Нужно вот это несобранное, которое на прямой сборке не участвует. Его нужно поместить вот сюда. Но так, чтобы вот это не сломать. Ставим сюда. Отводим в сторонку. И возвращаем то, которое здесь было. Далее. Объединяем. Отводим вправо. Заменяем на несобранное. Возвращаем. И восстанавливаем в центре. После чего у нас собраны 4 ребра. И осталось собрать 2. Если они не собрались сами, то здесь нам потребуется алгоритм под названием Flip. Покажу его на Magic Tower 3х3. Из стандартного положения, где у нас правая грань рабочая, мы делаем следующее движение, которые развернут нам переднее ребро. Отводим ребро вправо. Движение U'. Дальше. R, U, R', F. R', F'. Ребро развернулось. Это алгоритм из кубика 4х4 и кубика 5х5. Также я его использовал на Magic Tower 4х4. Главная цель – развернуть вот это ребро. Здесь вращаются только крайние слои, поэтому ребра не разрушаются. Сделаем то же самое здесь. Это одна из возможных ситуаций, но сначала я покажу классическую и типовую. Выглядит она вот так. Два ребра также не собраны, но здесь есть готовый блок. А здесь элементы хоть стоят рядом, но ориентированы неправильно. Стандартный случай с кубика 5х5 и решается он аналогично. Располагаем неправильный блок справа. Элемент тех же цветов тоже справа. Ребро с неправильным блоком должно быть здесь, спереди, сверху. А недостающий элемент либо здесь, либо здесь. Главное, чтобы в одно движение его можно было поставить на это же ребро. Ставим. После чего делаем флип. Первое движение было R, V, чтобы совместить вот эти цвета. Дальше флип. U' R, U, R' F, R' F'. У нас вот этот блок развернулся. И теперь мы можем вернуть правые два слоя. И у нас собралось это ребро и это ребро. Вернемся к предыдущей ситуации. И здесь центральное, два чужих. И здесь то же самое, но с другими цветами. Неважно, где какие цвета, располагаем одно перед собой сверху, другое снизу. И делаем те же самые движения. Сначала два правых слоя. После флип. U' R, U, R' F, R' F'. И отменяем первое движение. Два правых слоя на себя. Мы получаем опять неправильный блок. И вот недостающий элемент. Как я говорил, недостающий может быть как здесь, так и здесь. Смотря как у вас получилось и переделывать не обязательно. Теперь из такого положения мы ситуацию, уже нам известную, также при помощи флипа решим. Неправильный блок справа. Недостающий элемент тоже справа. Совмещаем. U' R, U, R' F, R' F'. И восстанавливаем центры. Также все ребра собраны. Еще одна возможность ситуации на двух последних ребрах. Когда все элементы стоят на нужном ребре, но неправильно развернуты. Решается это аналогично показанному ранее. Также потребуется два флипа. Располагаем одно здесь, другое здесь. Поднимаем два слоя, делаем флип U' R' F', R' F'. Восстанавливаем центры. И получаем одну из знакомых ситуаций. Здесь блок хороший, здесь блок неправильный. Но его нужно расположить справа. Располагаем справа. И синий-красный элемент тоже должен быть справа. Он у нас куда-то сдвинулся. Вот он. Располагаем его справа. Ну, либо сзади, либо снизу. Как удобно. И решаем стандартный случай на ребрах. Совмещаем. Флип. И восстанавливаем центры. Ребра собраны. Флип можно использовать не только на двух последних ребрах, а также при сборке первых, если вы видите удобное положение, когда у вас ребро сразу соберется и не придется делать замены дважды. Это я покажу в примере сборки в конце видео. Этап 3х3 ничем не отличается от Magic Tower 3х3. Если вы не умеете собирать Magic Tower 3х3, то по ссылке в описании есть подробное обучающее видео. Здесь я подробно повторять не буду. Для начала собираем первый слой. Для этого находим 3 красных уголка. Поворачиваем на одну грань. Дальше ставим ребра. Вот одно на месте. Ищем остальные. Вот зелено-красное. Как в обычной пирамидке, кстати. Желто-красное. После чего совмещаем цвета верхнего уголка с нижними. Так. И определяем ситуацию одной из пяти. Здесь цвет 1 совпадает. Здесь 1. Здесь 2 не совпадают. Выполняем с левой стороны пиф-паф. Отводим в сторону. И дорешиваем. Углы ребра собраны. Осталось переставить центры. Располагаем перед собой центр, который должен быть снизу. А снизу тот, который должен быть спереди. И меняем тремя пиф-пафами. Делаем первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. И все собрано. Могу добавить, что при помощи этих же трех пиф-пафов можно делать на этой головоломке узоры. Для этого из собранного положения делаем 3 пиф-пафа. Один. Второй. Третий. После чего мы можем из того же положения, либо из другого, сделать еще 3 пиф-пафа. Но вращая только короткие уколки без вот этого слоя. И у нас поменяются вот эти маленькие треугольные центры. Делаем. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. И получится что-то вот такое. Не обязательно делать с теми же цветами. Можно цвета менять и экспериментировать. Покажу пример сборки для закрепления. Начнем с желтого центра. Здесь уже два элемента стоят рядом. К ним подставим еще два. Получится треугольник. Соберем отдельно желтую полоску. Здесь, кстати, вот в такой ситуации удобно. Боковой центр, угловой центр и еще один. Совмещаем эти два. Разворачиваем. И возвращаем тот. И полоска собирается. Ставим ее рядом. Собираем после этого синий. Или любой другой. Давайте уж по традиции. Сначала два элемента. После этого добавляем еще два. Вот как раз есть. Ставим слева треугольник. Еще одну полоску. Она уже собрана. Желтый и синий цвета готовы. Дальше здесь зеленый. Два элемента есть. Добавляем до треугольника. И получаем не самую приятную ситуацию. Сначала ее переделаем в другую. Получим вот такую. Ставим в стандартное положение. Опускаем блок. Выдвигаем угловой. Отменяем. Ну и приводим к типовому. Центры собраны. Теперь собираем ребра. Здесь вот есть уже готовый блок. Синий-красный. Не хватает одного синий-красного. Так. Располагаем в нужном положении. Два синий-красных. И еще один. Совмещаем. Отводим в сторону. Заменяем. Возвращаем. Устанавливаем центры. Первое ребро готово. Дальше вот я говорил, что флип можно использовать сразу. Я вижу вот такой вот кривой блок. И можно сразу собрать ребро, если найти еще одно зелено-желтое боковое. Вот оно. Вот оно. Располагаем его снизу, а это на переднем верхнем месте. Совмещаем. Делаем флип. И восстанавливаем. И восстанавливаем центры. При этом эти ребра не ломаются, а это сразу собирается. Собираем дальше. Если какие-то блоки никаких нет. Давайте вот красно-зеленые. Еще красно-зеленые. Здесь. Ну, кстати. Вот здесь два красно-зеленых. И вот это центральное. Можем сделать сначала неправильный блок, чтобы потом флипом собрать. Ну, чтобы не переставлять лишний раз. После чего поставить в удобное положение. И уже при помощи флипа дособрать зелено-красные на зелено-красные. Объединяем. Делаем флип. Возвращаем. Смотрим, что осталось. Здесь вот есть желто-красная компания. С нее можно начать. Справа есть несобранное. Объединяем. Заменяем на несобранное. Восстанавливаем. И осталось у нас два ребра. Желто-синий. Желто-синий. Которые простым флипом решатся. Объединяем. Делаем флип. Восстанавливаем в центре. Остается этап 3х3. Собираем любым доступным способом. Желто-красное ребро. Желто-красное ребро. Зелено-красное. Синекрасное на своем месте, но развернуто. Так. Ставим. Определяем ситуацию. Предварительно довернув. Вот так правильно. Здесь одна не совпадает. Две не совпадают. А с правой стороны делаем. Пиф-паф. И дорешиваем. Осталось переставить центры тремя пиф-пафами. Меняем передний с нижним. Боковые и задние сами поменяются. Три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Все. Собралось. Залонка нечетная, поэтому паритетов нет. И несмотря на большее количество элементов, собирается проще, чем версия 4х4. Надо лишь внимательно собирать два последних центра и использовать флип для сборки ребер. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.